Продолжение следует... Тем самым, начав однодневный визит в город. Небольшая вступительная речь, а затем вопросы из зала. Впрочем, главный вопрос сегодняшнего дня президенту попросили не задавать, не ответят. Но ведь интересно. Господин президент, каким вы видите следующего главу Латвии? Правильное было решение или нет, это становится ясно лишь смотря назад. Результаты работы моих предшественников, меня или следующего президента, можно будет оценить через время. Кем бы ни был новый президент, страна уже идет правильным путем. На восток, отметил Березенч, чем вызвал волну непонимания среди части собравшихся. Но потом уточнил, на восток, значит, от ближайших соседей до Китая и Японии. Бауско — это очень латышский город, так сегодня на встрече с президентом заметили многие собравшиеся. И национальный вопрос здесь особенно важен. И многие не понимают, почему такие темы, как реституция еврейской собственности или создание третьего общественного русского канала до сих пор находятся в повестке Дня латвийских политиков. Президент же, казалось, не понимает, почему эти вопросы вызывают в обществе такой резонанс. Я за все эти годы уже наслушался российской пропаганды. На меня она не действует. И на вас тоже. Но есть большая группа людей, для которых основной язык — русский. И канал нужен, чтобы эти люди были достаточно информированы о том, что происходит здесь. Здесь, а не где-нибудь еще. Послушай, но почему русские хотят, чтобы все говорили по-русски? Президента спрашивали и о шествии 16 марта у памятника свободы, и о переводе школ на латышский язык обучения. Образование нацменьшинств — преимущество в Латвии, сказал Березенч. Ответы президента национально настроенную часть зрителей явно расстроили. Остальным же пришлись по душе. Самый лучший день в Бауске был 2009 год, когда больницу хотели закрыть. Тогда мы все там не смотрели, что ты там белорус, ты там украинец, или латыш, или там цыган. Все мы стояли на этой мостах. В продолжении визита в Бауску Андрес Березенч встретился с депутатами самоуправления и погостил на Бауской пивоварне. Говорит, ему еще предстоит научиться по-настоящему пить пиво.